Я, я, я. Годы лупы. Что? Что ты сказал? Что ты только что сказал? Правду, девочка. Твоя настоящая мать не Ижалина, а Агидита. Чего, пожалуйста? Ведь она спросила, она хотела знать. Так пусть наконец узнает. Нет, не может быть, нет. Это ложь. Мама, опровергни ее, мама. Мама, скажи, что это неправда, пожалуйста. Мама, почему же ты молчишь, мама? Марикуза. Значит, это правда. Господи, не может быть. Кузита, родная моя. Нет, не трогай меня. Нет. Нет. Кузита. Агеда, сестра. Успокойся. Можно узнать, зачем ты это сделал. Потому что так надо, Ижалина. Потому что уже пора ей все узнать. И относиться к ней по-другому. Уважать ее, как свою родную мать. Чео, но это был не тот момент. Этот момент долго не наступал. Мы уже много лет ждем этого момента. Теперь дело сделано. Хватит секретов. Она давно должна была узнать правду. Хватит. Все. Что здесь за скандал? В чем дело? Чео, оставь меня в покое. Что случилось, мама? В чем дело? Сынок. Случилось ужасное. Ужасное. Да, я знаю. Чео не должен был появляться, тому устраивать такой скандал в присутствии всех. Дело не в этом. Все началось там. А здесь вспыхнула ссора. Мари Куза рассердилась на Агиди, и то обидела ее. И Чео сказал, что она ее мать. Ты тоже этого не знал, сынок. Но это правда. Это правда. Так рано, а ты уже уходишь? Да, мне нужно пойти в университет, узнать расписание занятий. Как легко ты отделалась от своих обязанностей. Как и твоя мать, которая ушла в супермаркет. А я должна одна заниматься завтраком. Вы обе так себя ведете, как будто вы хозяйки этого дома. Я уже отнесла завтрак к синьоре Дельфине и синьорите Даниэле. Да. Но еще осталась счастливая парочка. Принцесса Диана и наследный принц. Не знаю, когда они соизволят спуститься. Надо убирать в их комнате. Лучше начинай с комнаты бабушки. Сейчас синьора Диана с синьоритой Даниэлой. И думаю, это надолго. Да. Знаешь, что я услышала, пока была там? Ты даже представить не можешь. Расскажи. Расскажи. Наверное, отличная сплетня. Но рассказывай же. Синьорита Даниэла позвонила своей подруге Чене, чтобы узнать, как прошла свадьба ее брата Титона. И Чена ей сказала, что свадьба не состоялась. Все закончилось ужасным скандалом в церкви. Я должна все выяснить. Скандал в церкви. Вот так дела, правда? Сейчас же нужно все выяснить. Ладно, мне пора идти. Если я опоздаю на электричку, приеду туда очень поздно. Счастливая ты, дорогая. Была служанкой, а стала синьоритой второго класса. Но будь осторожна. Наслаждайся, пока есть. Потому что хромая ничего не делает просто так. Уж поверь мне на слово. Синьора Гваделупа хочет, чтобы я хорошо училась, а потом я буду работать в ее фирме. Надо же, что тебя ждет. Вот тогда ты и расплатишься за все. Эта женщина предъявит тебе счет. Ей выпрямили ногу, но мозги у нее кривые. Ай, Сира. Ты уже уходишь? Да. Я уже позавтракала. И теперь жду шофера. Хочешь, я тебя отвезу? Нет, спасибо. Гваделупа, Я хочу поблагодарить тебя за желание помочь Перле. Вчера я был у адвоката Инфанта. Он сказал, что ты просила его помочь мне в этом деле. Да. Думаю, Перла это заслуживает. Я буду ее защищать, но, разумеется, у него больше опыта, его советы мне очень помогут в этом деле. Знаешь, я долго говорил с Антонио. У нас еще ни разу не было такого разговора, как этот. Без споров, без криков, без наскоков друг на друга. Это было по твоей вине. Ведь Антонио очень сдержанный человек, очень справедливый и очень порядочный. Да. Пожалуй, он впервые меня немного понял. Послушай, Альфредо, не ищи оправданий своему поведению. Я не ищу оправданий и не буду говорить об этом с тобой. Одним словом, мы сошлись на том, что нужно спасти Генри и Перлу из этого водоворота ненависти и мести, который затянул всех нас. Да. Я тоже так считаю. Чтобы хоть они не оказались очередными жертвами. Жертвами. Послушай, ведь правда приятно видеть, как любовь смогла одержать верх над злобой. Водолупы, если они смогли сделать это, почему не можем мы? Мы с тобой любим друг друга. Несмотря на гнев, который иногда владевает нами, мы любим друг друга. Несмотря на то, что мы обижаем друг друга, оскорбляем. Несмотря на абсурдное желание ранить друг друга. Несмотря на то, что случилось в прошлом, что происходит сейчас. Несмотря на все это, в Водолупы, Мы с тобой любим друг друга. Послушай, Альфредо, все дело в том... Водолупе, не отрицай. Я понимаю, ты обижена, но ты по-прежнему любишь меня. А я люблю тебя, как никогда. Альфредо. Водолупе. Давай мы тоже спасем нашу любовь. Давай тоже сотворим это чудо, такое прекрасное, такое приятное. Скажи «да», дорогая. Не сопротивляйся. Скажи. Я хочу услышать всего одно слово. Скажи мне его, пожалуйста. Ответь, не смотри на меня так. Всего одно слово, дорогая. Которая откроет для нас дорогу в рай. В тот рай счастья, который я тебе обещал. Подумай. Подумай, что значит снова быть вместе. Вспомни те поцелуи, те ласки, те моменты безумия. Мы с тобой снова одни. Вспомни. Шофер должен уже приехать. Я подожду его на улице. Это уж слишком. Чтобы в моем собственном доме я открыла дверь и застала такую романтическую сцену между тобой и этой женщиной. Эта женщина моя жена, а этот дом также и мой. Я думала, ты этого не хочешь. Ну что, пытался убедить ее? Пожалуйста, перестань, тетя. Ради этого ты ее сюда привел, верно? Чтобы она была рядом. Чтобы провоцировать моменты, какие я только что видела. Ну хватит, перестань обращаться со мной, как с ребенком. Ты постоянно меня отчитываешь. Да, она тоже пришла ради этого. А ее отказ не более, чем спектакль, чтобы пробудить интерес к себе, сделаться еще более желанной. Знаешь что, ты очень заблуждаешься. Ты не представляешь, до какой степени Гладелупа меня отвергает. Ложь. Нет, не ложь. Ложь. Это уловки, к которым она прибегает. И должна признать, она умело манипулирует тобой. Посмотри, до чего она тебя довела. Тетя, не надо. Не начинай все сначала. Я хочу кое-что тебе напомнить, Альфредо. Не забывай, о чем мы говорили. Не забывай. И ты мне сказал, что для тебя главное ребенок, который у нее будет. Я приняла ее под этой крышей с одной целью, дождаться, пока она родит. Отнять у нее ребенка и вести его. Не забывай об этом. Посмотри, этот предмет у нас совпадает. И этот тоже. Смотри. И математика. Да, и математика. А мне нравится. Это мой самый любимый предмет. Это хорошо, что наши занятия совпадают. Я смогу тебе помочь. Отлично. Но должен предупредить. Тебе придется набраться терпения, потому что я с числами не в ладах. Все будет хорошо, вот увидишь. Мы можем заниматься у тебя дома. Дай мне номер телефона, я позвоню, мы договоримся. Прости. Нет, это ты прости. Маме не нравится, когда мне звонят. Не беспокойся, я с ней поговорю. Скажу я ей, сеньора... Как зовут твою маму? Эдельмира. Эдельмира, я ей скажу. Сеньора Эдельмира, добрый день. Я Вилли, приятель вашей дочери. По университету. Нет, нет. Не продолжай, пожалуйста. Я не могу дать тебе свой номер телефона. Я знаю, ты не понимаешь, но... Почему? Я могу представить. Я знаю, что вы подходите очень избирательно к выбору друзей. Полагаю, тебе также не разрешат пойти со мной на пляж или в кино. Если хочешь, можешь пригласить с нами свою подругу или сестру, брата. У меня нет братьев. Ни брата, ни сестры. Я единственная дочь. Бедняжка. Наверное, это грустно. Да, я всегда чувствовала себя очень одинокой. Принцесса грустит. Принцесса не смеется. Принцесса слишком одинока в своем хрустальном замке. Нет, не говори так. Почему нет? Ты для меня принцесса. Уже поздно, я должна идти. Просто скажи, я увижу тебя завтра. Не предлагаю проводить домой, потому что... Знаю, ты скажешь, мне нет. Не буду настаивать. Наверное, твоей матери было бы стыдно, если бы она увидела тебя с таким, как я. Не твоего класса, не твоего уровня. Господи, Чен, а какой стыд. Нет, нет, это было ужасно. Этот бесноватый хотел убить брата. Мама кричала. Вмешались гости, пытались удержать его, чтобы он не избил моего брата. Даже я прыгнула ему на спину, вцепилась в волосы. Он меня с трудом сбросил. Рвался, как зверь. Чена, но почему этот человек так себя повел? В чем он обвинил Титона? В изнасиловании его племянницы. Что? Не может быть. Это ложь, Нела. Он ее не насиловал. Я уверена, что эта девушка сама позволила. А ты знаешь моего брата. Да, конечно. Но он на него так кричал. Называл дегенератом, насильником. Короче, как он его только не обзывал. С мамой чуть инфаркт не случился. А когда приехала магия в подвенечном платье, мне хотелось умереть. Я думала, что все мы окажемся в полиции. Не смейся, это не шутка. Нет, Даниэла, все так и было. Так же ужасно, как я тебе рассказываю. Мы пережили страшно неприятный момент. Прости, но такое может происходить только в фильмах. Это трудно представить себе. Все и было, как в кино. А потом? Что было потом? Ничего. Мы вернулись домой, и там было продолжение сцены. Мать маги ругалась, кричала, плакала. Мама тоже, конечно, плакала. Папа пытался найти приемлемое объяснение. Бедняга маги. Родители увезли ее в Калифорнию и сказали, что больше не позволят вернуться сюда. Боже мой, ну и свадьба. Если такое случится со мной, я умру. Нет, тебе незачем беспокоиться. Алехандро серьезный человек. К нему ни у кого нет претензий. Скажи, что на все это сказал Титон? Титон? Дорогая, он такой большой и такой сильный. Заперся в туалете, и никто не мог вытащить его оттуда. Прости меня, мама. Титон, даже не говори об этом. Боже мой, я знала об этом случае, мне все рассказывали, но я даже не могла подумать, даже представить себе не могла, что это был ты, мой единственный сын. А ведь я говорила, что виновный заслуживает электрического стула. Не ругай меня, мне и без этого плохо. Как ты мог такое сделать, мальчик? Как это произошло? Не знаю. Я встретил ее на улице. Она села ко мне в машину. Была ласковой со мной. А потом отвергла. Я обезумел, мама. К тому же я был пьян. Тебе нет оправдания, Титон. Это так ужасно. Кроме того, ты видел, что это за люди. Какой позор. Как ты мог так опуститься? Я с ума схожу от стыда перед нашими друзьями. Все звонят, хотят узнать, что произошло и что мне им говорить, Титон. Что мне им говорить? Мама, не продолжай. Мне и без того плохо. Тебе и должно быть плохо. И я рада. Тебе должно быть плохо. И не только из-за того, что ты сделал, но также потому, что ты скрыл это от меня. Вы с отцом хотели все замять, и видишь, все закончилось ужасным скандалом. Я сожалею, мама. Но это еще не конец. Хуже всего они тебя обвинят. Если ты не женишься на этой девушке, они женят тебя насильно. И я буду вынуждена породниться с этим быдлом. Я умру от стыда. Вот что ты сделал. Правда красивый подарок для Даниэллы? Да. Надеюсь, он ей понравится. Анджела, что с тобой? Смени выражение лица. Твой сын женится. Ты представляешь, что это значит? Моей снохой станет дочь Луизы Самбрано. Конечно, это довольно неприятно. Но думаю, Луизе так плохо, что она не осмелится появиться на свадьбе. Скорее всего, она не придет. Я думаю так. Замуж выходит ее дочь. Она придет. И мне будет очень плохо, когда я ее увижу. Гораздо хуже было то, что произошло на свадьбе Титона. Какой скандал. Мне так жаль, Алисию. Я не знала, как успокоить наших друзей. Мне не нравятся сплетни и пересуды. А люди говорят, комментируют. Не знаю, что сделать, чтобы эти разговоры утихли. Да, верно. Все было так неприятно. Хуже всего. С кем связался Титон? Ты видела? Что за тип дяди этой девушки? Ты представляешь, как она, наверное, довольна после того, что произошло? Ведь он обязан жениться на ней. Почему? Почему? Это уж слишком. Сначала то, что со мной произошло. Потом беременность. И теперь это. Узнать, что твоя мать совсем другая женщина. Дочка, я понимаю, как ты себя чувствуешь. Понимаю твое отчаяние. Почему вы меня обманули? Почему не сказали правду? Почему заставили жить с этой ложью? Так решила сама Гедита Марикуза. Но почему? Я не понимаю, почему она отказалась быть моей матерью. Почему ты согласилась на это? В то время сестра была очень молода. Она боялась, что раскроется правда. Боялась мамы. Твоя бабушка была очень строгая женщина. Ты представляешь, если бы в нашей семье появилась мать-одиночка? И ради тебя тоже. Мы подумали, что так будет лучше для тебя. Это несправедливо. Несправедливо. Мы не подумали, что однажды я могу все узнать. И как я буду страдать. Сейчас я очень страдаю. Мы не подумали, что эта тайна раскроется. Я хотела сказать тебе об этом, когда ты была маленькая, но не сказала. Время шло. И я привыкла смотреть на тебя, как на свою дочь. Почти забыла, что это не так. Ну, а Геда? Она очень страдала, Марикуза. Имей это в виду. Не будь слишком жестока с ней. Почему я родилась? Что произошло? Я хочу знать. Об этом должна рассказать она. Хуан Пабло, я не исповедалась тебе в моем грехе, потому что сделала это много лет назад перед другим священником. И через мою боль и раскаяние получила отпущение греха. Но, несмотря на это, я жила, неся на своих плечах этот крест. Моя дочь росла рядом со мной. Но я не могла назвать ее дочерью. Я была для нее незамужней тетей, которая ей докучала, вмешивалась в ее жизнь, не имея на то права. Это было моим наказанием, Хуан Пабло. Марикуза никогда меня не любила. не плачь, тетя Агидита. Ты верующая. И ты понимаешь, что это искупление твоей вины. Хуан Пабло. Я ни в чем тебя не упрекаю, не упрекаю, не упрекаю в ошибки, которые ты совершила. Но ты должна была взять на себя последствия своего поступка, а не прятаться за лужью. Видишь, каким результатом это привело. Знаю, Хуан Пабло, знаю. И я раскаиваюсь. Но понимаю, что должна заплатить за это. Должна нести свой крест до конца. Молись, тетя. Молись. Проси Господа, и Он тебя услышит. Помни, Он слышит всех, кто постоянно с Ним. Я тебя благословляю, тетя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Во сколько? Хорошо, я жду. Договорились. До встречи. Что ты здесь делаешь, Альфредо? Для кого ты так прихорашиваешься? Я задала тебе вопрос. Я пришел поговорить с тобой. Я занята. Пожалуйста, Гвадалупа, давай поговорим серьезно. Перестань вести себя как ребенок. Мы должны закончить разговор, начатый утром. Ты попросил разрешение у тети? Неужели, Альфредо, ты пришел тайком от нее? Давай поговорим серьезно. Альфредо, неужели нам с тобой есть о чем говорить? Гвадалупа, сегодня ты была так близка. Я держал тебя в своих объятиях, думал, что... Что ты думал? Я всего лишь ждала шофера. Гвадалупа, подожди, ты прекрасно знаешь, что причиняешь мне боль. И тем не менее, утром я чувствовал тебя рядом. Я видел, что ты не убегаешь от своих чувств. Почему ты снова стала другой Гвадалупа, той, которая ранит меня, оскорбляет, которая делает вид, что ненавидит меня? Ты не понимаешь, что это и есть настоящая Гвадалупа, которая хочет, чтобы ты страдал так же, как страдала я. Ты считаешь, что скажешь пару красивых фраз, и я буду млеть от любви, как раньше? Я уже заплатил за это. Ты никогда не расплатишься за то зло, которое причинил мне. За унижение, презрение, боль, которую я испытала. Почему ты заставляешь меня быть в этом доме рядом с женщиной, которая меня ненавидит, и которую я не выношу, Альфредо, вместо того, чтобы дать мне свободу? Зачем тебе свобода? Зачем? Какая тебе разница? чтобы делать со своей жизнью все, что считаю нужным, чтобы делать с ней то, что мне хочется. Простите, ты занята? Нет, Рикардо. Идем. Подожди, Гвадалупа, мне надо поговорить с тобой. У меня нет времени. К тому же, разговор, который мы начали, уже закончен. Пока. Я так счастлива. Наконец, я добилась того, чего так хотела. Учиться в университете, чувствовать, что у меня есть будущее. Я приложу все силы, чтобы быть лучшей в группе. Как хорошо. Что ты будешь изучать? Администрирование. И тебя приняли? Да. Мне нужно сдать 16 зачетов в первом семестре. Я знаю, что это много, но я справлюсь. А вы, сеньорита, вы тоже должны вернуться к учебе? У меня все иначе. Сначала мне нужно полностью поправиться, а там посмотрим. Скорее всего, снова начну учиться. С вашего позволения. Сеньора, Анжела, приятно снова видеть вас здесь. Я пришла к Даниэле. Да-да, проходите. Анжела, как дела? Как ты, дорогая? Мне было очень грустно, потому что ты навестила меня в госпитале. Дорогая, я все время помнила о тебе, молилась за тебя. Алехандро держал меня в курсе. Я рада, что ты поправилась. Садись. Как видишь, я такая, но очень счастлива. У меня было такое чувство, что ты не согласна. почему? Из-за мамы. Дорогая, ты не виновата в том, что произошло. Алехандро любит тебя, а для меня это главное. вы будете счастливы. Посмотри, я принесла тебе подарок. Спасибо, Анжела. Это вам обоим. Очень красивый постельный комплект. Хочу посмотреть. Нет, нет, сейчас не открывай. я оставлю его здесь. Анжела, я так взволнована. Считаю часы и минуты, которые остались до нашей свадьбы. Желаю вам огромного счастья, Даниэл. Представляешь, что это означает для меня? Мой единственный сын женится. Анжела, и тебе не важно, что я такая? Дорогая, конечно, мне бы хотелось, чтобы ты была в порядке, но раз так захотел Бог. Не переживай, я уверена, что это ненадолго. Вот увидишь, через несколько дней я встану с этого кресла и буду прыгать. Я обещаю. Конечно. Хорошо. Анжела, я так довольна. видела бы ты подвенечное платье, которое подарила мне Гвадалупа. Надеюсь, ты тоже будешь красивой, потому что ты моя посаженная мать. Да, разумеется. Анжела, когда я выйду замуж за Александра, то буду называть тебя мамой. Можно? Да. я хочу стать твоей дочерью. Дочерью, которую ты всегда хотела иметь. Что ты жмешься, Сира, по 20 долларов с каждой? Мне кажется, этого много. Не будь такой жадной, Сира. Это ведь на свадебный подарок для синьорита Даниэллы. Вот здесь 15. Остальные я буду должна. Нет, я тебя знаю. Ты мне уже должна долларов 50. На что ты намекаешь, Эдельмера? Или ты даёшь все, или покупаешь подарок сама. Хорошо. Ну, я останусь без гроша до следующей зарплаты. И что мы ей купим? Костыли. Не будь жестокой, Сира. Оставь свои дурацкие шутки. Нет, дорогая, это жизнь жестокая. Посмотри на эту бедную женщину Анжелу. Её сын женится на дочери Луизы Самбрано. Представляю, что она чувствует. А если вдруг спустится Диана, я хочу увидеть лицо синьора инфанте. И знаете, почему? Не будь такой злой, Сира. Ни Диана, ни Даниэла ни в чём не виноваты. Когда эти женщины встретятся, я уверена, без скандала не обойдётся. И всё закончится так же, как на свадьбе сына синьора Серхио. Я знаю, что там произошло, потому что слышала, как Чена рассказывала об этом Даниэле. И что за проблема? Титон изнасиловал девушку. Не может быть. Так вот, дядя этой девушки пришёл в церковь, чтобы убить Титона. Там такое началось. Боже мой, какая жалость. Он опасен, Адельмира. насильник. Этот парень иногда смотрел на меня, не скрывая желания. Сиро, ты считаешь, что Титон? Слава Богу, я не дала ему шанса, всегда держалась на расстоянии. Иначе сейчас у синьора Серхио была бы проблема со мной. Бедный Серхио, представляю, кого сейчас бедняги. Не смейся, не вижу ничего забавного. Надо же, а синьора Алисия эта гордячка изображает из себя знатную даму. Неужели тебе не жаль, что такое произошло с этим парнем? Когда Серхио расскажет мне о случившемся, мне придётся утешать его, притворяться, что я сожалею. Но в глубине души я рада. Пусть они поймут, что несмотря на свои деньги, они не лучше других. Надо же, мальчик из достойной семьи оказался насильником. Не знаю. Может, эта девушка решила крутить Титона? Кто знает, эти простушки с глупым лицом могут преподнести урок любому. Может, эта девочка хочет, подцепить Титона и выйти за него замуж? Кузита, Изолена сказала, что ты хочешь поговорить со мной. Не поговорить, а получить ответы на вопросы, которые я ей хочу задать тебе. что ты хочешь знать? Что ты хочешь знать? Почему я твоя дочь? Почему ты скрыла, что ты моя мать? Потому что боялась. это единственное объяснение. Нет, я хочу знать больше. Не молчи сейчас, ничего от меня не скрывай. Я имею право знать, как все было. Давай, говори. Кузита, я была неопытной девушкой. Познакомилась с мужчиной, влюбилась в него. Он дал мне обещание, соблазнил меня. И я ему отдалась. Значит, ты, добродетельная пуританка, которая всегда порицала грех, сама согрешила? Да, Кузита, я согрешила, но согрешила из любви. А тот мужчина меня оставил. исчез из моей жизни, когда узнал, что я жду ребенка. И когда родилась я, тебе не хватило мужества сохранить меня. И ты вручила меня другим людям, подарила, как зверюшку, которая мешает тебе в доме. Не говори так, Кузита. С большой болью я доверила тебя моей единственной сестре, чтобы у тебя была настоящая семья, чтобы тебя признали и чтобы тебе не пришлось краснеть, что ты незаконно рожденная дочь. пусть лучше это, чем обман, чем ложь. Дочка, я ошиблась. Признаю, я совершила большую ошибку. Я... я очень страдала. больше страдаю сейчас я. Узнать об этом в такой момент, чтобы чувствовать себя еще несчастнее, чтобы боль, боль, которую я испытываю, была еще сильнее. Марикуза, прости меня. Прости, умоляю тебя. Нет, я не могу тебя простить. Дочка, пожалуйста, раз ты отказался от меня, когда я родилась, не называй меня дочерью. Я тебе не дочь и никогда не буду ей. Я не хочу быть твоей дочерью. Не хочу. Марикуза, оставь меня одну, уходи. Уйди, господи, уйди. Уйди. Этот тип должен жениться на Кузите. Успокойся, чео. Нет, я не успокоюсь. Как я могу успокоиться? Знаю, что происходит с моим и племянницей. Этот дегенерат обрюхатил Кузиту. Он должен дать свою фамилию ребенку моей племяннице. Клянусь моей мамой, царствие небесное, я этого добьюсь. А что об этом говорят твои сестры? А что они могут сказать? Ты же их знаешь. Я, мужчина, в доме должен постоять за семью. Какая прелесть. Хорошо, дорогой, хорошо. Но будь осторожен, не покалечь свою жизнь, чео. Ты что? Скорее, я покалечу ее этому типу. Или он женится на Кузите, или я подам на него в суд. А если его не осудят, я его убью. В этом можешь быть уверена. Переговоры были очень трудными. Не думал, что нам дадут кредит. Но вы сумели переломить ситуацию. Вы были спокойны, все четко объяснили и убедили всех. Если бы это произошло какое-то время назад, я бы дрожала от страха. Но знаете, сейчас я привыкаю противостоять любой ситуации. Жаль, что я не знал вас раньше. Куда поедем? Уже поздно, чтобы возвращаться в офис. Да, уже не стоит. Буду вам благодарна, если вы отвезете меня домой, Рикардо. А у меня есть идея получше. Да? И что же вы сделаете? Я осмелюсь похитить вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!